Продолжение следует... 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 Сегодня же мы ждем данных по производственному и сектору услуг в еврозоне от Markit в 11 часов по Москве Далее нас ждет статистика из США по заявкам по безработице за предыдущую неделю и производственному сектору Японская иена подешевела против доллара в среду на 33 пункта Пара торгуется в узком диапазоне, сохраняя динамику во флете Рост пары выше 105-105.50 выглядит ограниченным, учитывая неспособность быков пробиться выше в течение последних сессий На следующей неделе ожидается много статистики по Японии, в том числе по розничным продажам, промышленному производству, индексам PMI и индексу потребительских цен Недавно вышли данные по индексам опережающих и совпадающих индикаторов Оба показателя отразили рост в апреле до 100 и 112 пунктов, соответственно, что в свою очередь может оказать краткосрочную поддержку иене В то же время замедление медвежьего тренда может привести к консолидации пары до конца этой недели Однако в случае Brexit по завтрашним данным пара может совершить прорыв ниже поддержки 103.20, где возрастет вероятность интервенции со стороны Банка Японии Австралийская валюта сохранила рост против доллара в среду, дорожая с минимума конца мая 0.7143 Закрепление выше сопротивления 0.75 позволяет рассчитывать на тестирование следующей отметки 0.7580 Однако наличие перекупленности по паре внушает сомнения по продвижению выше данного уровня Поэтому стоит рассмотреть продажи на отскоке с уровня сопротивления на отметке 0.7565 Пара фунт-доллар возобновила восходящую динамику во вторник и в среду, так как большая часть опросов населения отражала перевес желающих британцев остаться в Евросоюзе Пара сохранила высокий уровень влатильности в 133 пункта, подорожав по итогам дня на 55 пунктов Повторное тестирование сопротивления парой уровня 1.4750 оказалось безуспешным в среду Однако уже сегодня на открытии азиатской сессии фунт резко подорожал В преддверии голосования на 144 пункта, обновив максимум этого года до отметки 1.4840 В настоящий момент пара торгуется чуть ниже 48 фигуры Столь стремительный рост фунта на открытии в первую очередь также связан с фиксацией прибыли по коротким позициям перед референдумом Теми участниками рынка, которые продавали фунт еще в декабре прошлого года Также спекулянты внесли свой вклад, покупая британцы на спадах Так или иначе, в краткосрочной перспективе мы увидим снижение фунта Если не из-за выхода из Евросоюза Британии, то благодаря росту спекулятивных коротких позиций, о которых сигнализирует уже сейчас индикатор Кайман Лишь 29% участников рынка покупают пару и 70% продают На сегодня мы не исключаем тестирование как 49 фигуры, так и разворота цены в области 1.47-1.46.50 Календарь экономических событий значительно интереснее на сегодня, нежели в предыдущие дни Референдум в Великобритании уже стартовал, напомню, он завершится сегодня в 10 вечера по местному времени Также уже в 10 утра и в 10.30 утра по Москве будет опубликована статистика от Market Economics по Франции и Германии Затем ждем данных по деловой активности в производственном и секторе услуг в Еврозоне в 11 часов Помимо этого на сегодня запланирована публикация программы ЛТРО Европейского Центробанка по поддержке и ликвидности банковской системы Во второй половине дня нас ждут данные по заявкам по безработице США и производственному сектору в 15.30 и в 16.45 соответственно Ну а на сегодня это все, я вас благодарю за внимание Желаю всем быть сегодня предельно осторожными по принятию торговых решений и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...